Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов и короткий анонс о том, что будет сегодня в новостях. Авария со смертельным исходом, дистанционное мошенничество и фальшивые справки о прививке от коронавируса. Криминальная сводка последних суток. Медицина высшего уровня. В Хасавюрте новейший компьютерный томограф выявляет поражение легких на стадии 2%. Подробнее в выпуске. В Махачкале идет ремонт и благоустройство дорог и дворов. Что привели в порядок и планируется сделать, расскажем сегодня. Радостные новости из Токио. Дагестанцы завоевали золотые медали в турнирах по боксу и борьбе. 28-летняя девушка погибла под колесами авто в Карпдахкенском районе. На 821-м километре автодороги Кавказ 28-летний водитель автомашины «Лада» наехал на жительницу Махачкалы. Известно, что дорогу она пересекала в неположенном месте, вне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений девушка скончалась до приезда скорой. Материал для принятия процессуального решения по данному факту уже собран. Случаи дистанционного мошенничества участились в Дагестане. Так, по словам сотрудников МВД, в отдел полиции Новолагского района с заявлением обратилась 62-летняя жительница села Гамиях. На ее мобильный позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что банковский счет гражданки пытаются взломать и снять денежные средства, и предложила установить двойную защиту. Поверив лже-представителю банка, женщина выполнила несколько действий и лишилась 830 тысяч рублей. В Махачкале произошло аналогичное дистанционное мошенничество. В дежурную часть по Ленинскому району обратился 20-летний житель Карабдахкенского района. По словам молодого человека, злоумышленники обманным путем с его банковской карты сняли 91 тысячу рублей. Что нужно делать, когда звонит представитель банка? Во-первых, когда к вам звонят номеров, вам незнакомых и представляются с банковскими сотрудниками, если вы в ходе диалога понимаете, что там вам не сообщают какую-то информацию, а предлагают совершить какие-то действия, то нужно помнить, что банковские сотрудники никогда не предлагают совершить действия. Они предлагают прийти в офис и там уже подтвердить свою личность, уже эти действия сделать. То есть нужно положить трубку. Если у вас все-таки есть сомнения, что в отношении вас там действует какая-то там преступная группа, либо там это лжест сотрудник сообщил, что на ваше имя пытаются открыть кредит, а у вас сомнения, что действительно может кто-то на вас кредит открывает, нужно перезвонить по официальному банковскому номеру уже и там задать вопрос, который вас интересует. Таким образом вы себя обезопасите от этих посягательств, обезопасите себя от обмана и не станете жертвами этих мошенников. Расследование по данным фактам продолжается. Если же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию по телефону 102 или 112. Двоих медицинских работников задержали в Дагестане за подделку сертификатов о вакцинации. По данным МВД, врач-терапевт и медсестра одного из медучреждений столицы за взятки оформляли фальшивые справки о прививке от коронавируса. Установлено, что медики подделали документы шести гражданам России за денежное вознаграждение в сумме 33 тысяч рублей. Люди отправляли мне документы, я относила к врачу, регистрировала. Какую плату вы за это брали? Тысячу рублей. В общем, сколько справок вы описали? Восемь. За это какую плату брали? Я определенную плату не брала, мне дали по три тысячи. С вакциной что делали после того, как давали липовую справку? Выливали. К другим новостям. В Дагестане за сутки от коронавируса скончалось 16 человек. Ситуация в регионе остается тяжелой. За последние 24 часа выявлено около 200 случаев заражения. По выздоровлению выписали 212 человек. Как сообщает информационный центр регионального оперштаба, на 5 августа общее число заболевших в республике достигло отметки почти 43 тысячи человек. Роспотребнадзор в очередной раз призывает жителей республики соблюдать меры профилактики от COVID-19. Передовые технологии и врачи высшей категории. В медицинском центре Альтермет в Хасавюрте используют новейший компьютерный томограф. Аппарат позволяет выявить поражение легких на стадии 2%. Таких в республике единицы. А в медучреждениях Хасавюрта он представлен в единственном экземпляре. Подробнее в сюжете Карима Даниева. Медицина Хасавюрта поднимает планку. Это единственный 128-срезовый компьютерный томограф в городе Хасавюрт. Он находится в медицинском центре Альтермет и помогает максимально качественно диагностировать внутренние органы человека. Сегодня в условиях пандемии это крайне актуально, говорит руководство центра. Для обычного человека цифра 128 ничего не значит. Но как только появляются симптомы, а на сегодняшний день этот вопрос очень актуален, как только человек понимает, что может быть риск, в частности коронавирусной инфекции, эта цифра приобретает другое значение. Потому что такой компьютерный томограф позволяет получить точную детальную диагностику, точный детальный снимок и определить, что именно происходит с пациентом. Какой объем поражения. Количество срезов для компьютерного томографа является основным показателем. Они характеризуют скорость и точность сканирования. На таких томографах можно наблюдать даже мельчайшие сосуды. В настоящий момент в большинстве клиник страны используют только 64-х срезовые томографы. Но Альтермет стремится повышать уровень обследований. Это один из лучших методов исследования диагностики неинвазивным путем. Наш компьютерный томограф относится к аппаратам с высокой разрешающей способностью, наряду с передовым программным обеспечением. Важную роль в диагностике заболеваний играет и аппарат МРТ. Аппарат МРТ и компьютерный томограф могут определить большой спектр заболеваний. Более того, здесь есть возможность пройти исследования, в том числе с контрастированием. Это очень важная опция, поскольку в этом случае пациенты могут получить достаточно редкое исследование, которое не каждый медицинский центр, государственный в том числе, проводит здесь, в Дагестане. Центр Альтермет проводит более 25 тысяч исследований и ежедневно принимает почти тысячу пациентов. Врачи центра работают не только с распространенными медицинскими заболеваниями, но и с ложными патологиями, возвращая пациентов к полноценной жизни. Здесь, конечно, важно отметить, что здесь роль не только самого компьютерного томографа, самого оборудования, но и врачей, которые делают описание. Поэтому мы работаем и с лучшими врачами здесь, в Дагестане, и в том числе мы работаем с врачами, находящимися на удаленном доступе, в частности в Москве, которые делают расшифровку и описание полученных снимков оборудования и специалистов. Только в такой связке можно предоставить детальную и точную диагностику. Диагностику на МРТ и КТ в медцентре можно пройти бесплатно. Для этого достаточно иметь страховой полис на направлении от участкового врача и заранее записаться на прием. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Хасавюрт. Акция по борьбе против рекламы наркотиков прошла в Махачкале. На фасадах зданий и других сооружений закрашивали ссылки лично председатель городского собрания депутатов Марис Ильясов и министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов, а также депутаты молодежного парламента. Отмечу, что уже на протяжении нескольких лет парламентарии столицы ведут упорную борьбу с распространением психотропных веществ и регулярно удаляют нелегальные объявления со стен городских построек. В столице Дагестана активно идут работы по ремонту дорог и благоустройству дворов. Десятки объектов кардинально меняют свой облик. Какие общественные территории уже привели в порядок и какие еще планируются, расскажем в следующем сюжете. Мухаммед Нематуллаев за рулем асфальтоукладчика более 10 лет. Свою работу любит и относится к ней с большой ответственностью. Несмотря на жаркую погоду, качественно выполняет свои обязанности, метр за метром укладывая асфальт. Асфальт как-то качественно, на твой взгляд? Чувствуешь? Конечно, качественно. Некачественно было, она давно поломалась бы. 96 улиц столицы будут в этом году отремонтированы и это по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улица Махачкалинская, поселка Семендер – одна из многих, которая вошла в этот перечень. Здесь на данный момент и работают специалисты. По срокам мы сейчас укладываемся в график, даже есть немножко опережение от графика. В дальнейшем, если без препятствий будем работать, думаю, раньше графика мы завершим все работы по городу. В микрорайоне Учхоз Кировского района в текущем году новое покрытие получат 11 улиц. Сейчас работы по укладке асфальтобетона ведутся на межевой. Кроме того, в микрорайоне на некоторых объектах планируют заменить и водопроводные сети. Буквально три дня назад с коллегами комиссионно мы обходили все эти улицы на предмет аварийности ветхости сетей, которые необходимо будет заменить до начала проведения работы по асфальтированию. Дано поручение Махачкала Водоканал привести в нормативное состояние, заменить все ветхие сети на данных улицах. Данные работы проводятся согласно графику работы. Помимо улиц в Махачкале продолжается ремонт и дворовых территорий. Работы по благоустройству начались по адресу Чаринова, 55. Здесь уже установлены детское игровое поле, воркаут-площадка и новые столбы уличного освещения. Заведена растительная земля и проведена ее планировка. Также сзади данного дома проводятся работы, завершаются, я бы так сказал, работы по установке тротуарной плитки. Работы в данной дворовой территории планируется завершить к концу августа текущего года. Еще дам, а сколько дворовых территорий в этом году, на сколько работа завершена и на сколько работа идет? На сегодняшний день в городе Махачкала завершены 9 дворовых территорий из 25. Порядка 8 территорий уже подходят к завершению. Но мы думаем в срок к октябрю месяца текущего года уложиться, а именно завершить все дворовые территории. Также в 7 общественных территориях уже работы начаты и в некоторых из них подходят уже к завершению. В Махачкале в этом году в рамках программы благоустроят 25 дворов. На 9 из них работы уже проведены. 8 дворов ждут завершения облагораживания территорий и почти столько же начали менять свой облик. Лариана Шемхалаева, Патимат Ханапова, Дауд Гасанов. Новости ННТ Махачкала. Звание почетный гражданин Махачкалы присвоено ветерану Великой Отечественной войны Тамаре Матлашенко. Тамара Филипповна отпраздновала свой 95-летний юбилей в окружении детей, внуков и правнуков. Здравствуйте, Тамара Филипповна. С днем рождения вас. Спасибо. Спасибо. Саван Кадемич, попросил бы дать вам личное. Так что я 95 лет прожила. Родилась в Дагестане. И в Дагестане 95 лет жила. Так что я полностью, как говорится, русская Дагестанка. Коренная. Поздравил юбиляра от имени Салмана Дадаева и всех махачкалинцев первый заместитель мэра Мавлидин Маликов. Он вручил фронтовику цветы, удостоверение и нагрудный значок. Сама именинница подчеркивает, что она коренная махачкалинка. Этот город, в котором родилась она, ее дети, внуки и правнуки, город, который она любит всем сердцем. Когда началась война, Тамаре Филипповне Матлашенко было 15 лет. С подругой она прошла медкурсы, а затем была направлена в госпиталь в Буйнакске. Ездила на прифронтовые территории и помогала раненым. После войны окончила спецкурсы, работала бухгалтером на нефтебазе. Я очень рада, что вы, ваше внимание, еще таким участником войны, как я, который 16 лет на фронте. Делегация из Дахатайвского района посетила муфтия Дагестана шлейх Ахмада Фанди. В ее состав вошли глава муниципалитета Джарула Амаров, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов и другие. На встрече обсудили вопросы тесного взаимодействия органов исполнительной власти и религиозных деятелей. Духовный лидер отметил, что работая вместе, можно достичь хороших результатов. Вопросы, которые вы ставите по вашей религиозной линии, мы все поддерживаем. Совместная работа идет плотно. На всех совещаниях присутствует имам. Он информирован 100% о том, что там происходит. В школах мы не даем очень много времени встречаться с подрастающим поколением. У нас в Дагестане, хотя некоторые люди искусственно хотят показать разницу и разногласия между нациями, это отсутствует. Нет такого. Главное, чтобы он был человеком, вот это самое главное. Наша сила в единстве. Например, пожары, когда тушат сосед, родственник, мимо проходящий, он же не спрашивает, чей дом это, какой нации. Они спасают, притом рискуя своей жизнью. Да, спасают. Радостные новости из Олимпийского Токио. Дагестанец Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль боксерского турнира в категории до 57 кг. В финальном поединке сегодня утром Батыргазиев победил американца Дьюка Регана. Встреча завершилась победой нашего атлета раздельным решением судей. 3-2. Для боксеров из России это золото стало первым на играх в столице Японии. Напомним, завтра в финале Олимпиады бой проведет еще один дагестанец Муслим Гаджимагомедов. В поединке за первое место ему будет противостоять кубинский боксер Холио Сесар Лакрус. И еще одна приятная новость из Японии. Борец Заур Угуев завоевал золото, весит до 57 кг. В финале нашему Мухачу противостоял спортсмен из Индии Рави Кумар. Эта встреча, как и предыдущая, выдалась для Угуева тяжелой. Но ближе к ее концу доукратный чемпион мира из Хасавюрта сумел взять инициативу и довести схватку до победы. 7-4. Отметим, что сегодня в Токио также стали известны имена финалистов второго дня соревнований вольников. Так, на золото претендует представитель Белоруссии Магомед Хабиб Кадимагомедов. Сенсационно выбивший из борьбы фаворитов турнира из США и Италии. В финале он встретится с россиянином Заурбеком Седаковым. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с нашим телеканалом, смотрите наши новости. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова